Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, давайте мы поднимемся и вместе исповедуем символ веры. Все вместе скажем такие слова, исповедания. Скажем, я верую, верую во единого Бога Отца, всемогущего, Творца неба, земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, От Отца Рожденного, прежде всякого времени, как свет происходит от света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, а не сотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сотворено, нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Дева Марии, и Ставшего Человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, как было предсказано в Писаниях, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и Его Царству нет и не будет конца, и в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца Пришедшего, с Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его, и Он говорил нам через пророков, воединую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение, восставление грехов, ожидаю воскресений мертвых, и жизни будущего века. Аминь! Аплодисменты Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь! И в присутствии Господнем, давайте так же стоя, выслушаем из Божьего Слова несколько строк. Ну, с этого я хотел бы начать сейчас, потому как тема очень непростая. Я буду обращаться очень много сегодня к истории христианства за примерами. Я хотел бы прочесть вначале из Слова Божьего. Из посланий апостола Павла Кефесяна хочу прочесть несколько строк. Следующая со второй главы. И вас, написано, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим владским похотям, исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью во спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, а я думаю, многие здесь, в большинстве своем люди, не евреи по крови своей, обратите внимание, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, очуждены от общества израильского, чуждых заветов и обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди и учением, дабы из двух создать в себе самому одного, нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на Нем. Боже, Отец наш, Царь наш, Владыка наш, Господь, благостовен Ты, любящий, благой, возлюбивший этот мир, возлюбивший нас, людей, и отдавший Сына Своего за нас. Благостовен Ты, великий чудотворец, благостовен Ты, и нет подобного Тебе. И благодарим Тебя за великое чудо, которое Господь Ты совершил, убив вражду на кресте Голгофа. Убив вражду, убив межнациональную разность, расовую рознь, убив разделение, веками мучившее, и до сих пор еще мучащее человечество. Благодарим Тебя за благодать Твою, Господь, за то, что во Христе Иисусе устрояется мир. Вражда завершена. Две тысячи лет назад. Благодарим Тебя за кровь святую. Благодарю Тебя, Господь. Боже, от имени присутствующих здесь евреев, благодарю Тебя за исполнение пророчеств, Господь. Боже, от присутствующих здесь не евреев, благодарю Тебя за то, что теперь стали близкими мы, стали одним, под Твоим святым покровом, Господь. На кресте вражда прекратилась. Бог, и позволь сегодняшним днем в этой молитве, в этом семинаре, в этом присутствии Твоем, в проставлении, в песнях, что еще будут звучать, Господь, Боже, принести еще немного Твоего мира с неба на эту землю и страдавшуюся землю. Боже всемогущий, благословенный, спасибо за дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашему. Аминь. Дорогие друзья, и сейчас мы еще помолимся короткой такой молитвой. Если из присутствующих кто-то еще не примирился, вот я прочитал о воскресении, но вы чувствуете, что вы еще в огробе, вы чувствуете, что вы еще, вы понимаете, что еще в грехе, и вам нужен Бог, вам нужно примириться сейчас. Если вы пришли в такое сейчас собрание, в такое богослужение, и вы хотите сейчас в эту радость Господа войти, вы можете прямо сейчас помолиться молитвой покаяния. Можете выйти сюда, даже лучше выйти сюда, вперед. Давайте пару минут, сейчас мы помолимся, это молитва сейчас, и присутствующие все. Каждый сейчас посмотри в свое сердце, спасен ли ты? Потому как прийти на семинар это хорошо. Я попрошу все-таки музыкантов вот чуть-чуть подыграть, чуть-чуть выйти, пожалуйста. и... Чья машина 910, УКК, пожалуйста, продите, чтобы там не мешать вопросам, которые нужно сделать по поводу уборки в Мусе. Я думаю, что это убрать машину, это не отвлечет вас от покаяния, а потому что возможно, что как раз водителю нужно покаяться, я не знаю. Вот. Не только в том, что неправильно припаркована машина, но и в том, что приберитесь с Богом. Не бывает всякий случай, я знаю по опыту. И знаете что, друзья, поэтому машину гоните и тут же возвращайтесь, пожалуйста, на молитву. И, господа, братья, сестры, присутствующие. Важно выйти вперед. Если вы молились уже однажды перед Богом, каясь во грехах, но вы еще не имели такого переживания, чтобы в церкви, вот так вот, присутствии всех верующих, выйти вперед и свою веру исповедовать. Свою веру в Иисуса Христа как Спасителя Своего, Господа Своего. Вам нужно выйти сюда обязательно, потому что написано, сам Иисус говорил, что если кто прилегает на меня, исповедует, того и я исповедую пред Отцом пред ангелами, важно пред людьми иметь это исповедание, исповедание Иисуса Христа своим Спасителем, Господом Своим. И поэтому я обращаюсь сейчас ко всем и также к отступникам, наверняка есть в таком собрании те, кому нужно обновиться покаянием. Добро пожаловать Царство Небесное, добро пожаловать домой. Вы можете выйти прямо сейчас сюда и мы вместе помолимся с вами также, молитвы и покаяния, примирения с Богом. Пожалуйста, есть у нас пару минут сейчас перед началом самого семинара, собственно, именно продолжением семинара. Да, выходите, пожалуйста, выходите, не стесняйтесь, спасибо. Еще кто-то, пожалуйста, присоединитесь сейчас к этой молитве, выйдите прямо вперед, вот сюда можете встать, прямо к платформе, да. Пожалуйста, помогите, пастор, может быть, подойдите, помогите. Еще, пожалуйста, кто, приходя сюда в собрание, и также обращаюсь, да, да, выходите, не стесняйтесь, мы сейчас помолимся и спросите, не только свое сердце, спросите вот кого-то справа, слева, пожалуйста, подойдите уже сюда, хорошо? Мы сейчас помолимся этой молитвой, и также мое слово и для взрослых, и для юных, молодых, для всех, потому как Господь, Он для всех нас добрый, человеколюбивый, Он готов простить грехи наши и примирить с Собою. Время это очень хорошее сейчас. Сегодня Господь призывает, давайте будем молиться, друзья, присутствующие. Давайте будем молиться, и также за наших телезрителей тоже будем молиться, потому что эта программа, она будет в сети, и я думаю, что среди наших зрителей, те, кто будет участвовать с нами вместе в этом служении, уже после завершения этого служения, через запись эту, думаю, среди них тоже будет много тех людей, которым нужен Бог, которым нужно не просто узнать что-то новое, знаете ли, а нужен Бог, нужно примирение, потому что без этого все остальное суета, без этого все остальное томление духа. Давайте обратимся к нему, вышедшие вперед присутствующие дорогие телезрители, давайте мы сейчас, осознавая свою греховность, не выбеляя себя, не оправдывая себя, но ища оправдания от Бога, просто скажем, Бог, прости нас, от всего сердца, попросим не прощения, призовем имя Господа Иисуса Христа, и когда в Библии описывается, когда, тогда в Древнем Израиле, когда человек имел страшную болезнь, проказу, и лепра, и когда он обращался к священнику, и его осматривал священник, а главная функция священника была отличать чисто от нечистого, и если прокаженный имел еще хотя бы немного чистой кожи, немного еще имел незараженной поверхности кожи, то священник объявлял его прокаженным. Я думаю, многие это читали уже в Библии, или слышали об этом, но если человек был полностью прокаженный, и так, что не оставалось даже пяточка кожи, не затронутой этой страшной болезнью, священник совершал с точки зрения вообще человеческое абсурдное, он заявлял человек этот чист, он чист. Удивительно, толкователи еврейские, толкователи христианские, в разных деноминациях, в разных направлениях иудаизма, христианства, все сходятся к тому, что здесь Божий особый знак для человека, который является грешником. Нужно первое осознать свою греховность, просто понять, что мы не можем сами спастись. Одно из объяснений, вот знаменитый Маген Давид, звезда Давида, на флаге Израиля она есть, это звезда, флаг государства Израиля, многие и евреи, и христиане носят сегодня эти звезды Давида на себе, и одно из объяснений, одно из многих объяснений этой звезды, два треугольника, обратите внимание, один треугольник, это концом острием вверх, это человек ищет Бога, второй треугольник острием вниз, Бог ищет человека, и тогда все это соединяется, когда человек полностью осознает, да, я сам не могу найти его, Бог пусть придет в мою жизнь, я прокажен, я не чист, но Он чистый, и Его чистота, она моя теперь чистота, во Христе Иисусе Бог совершил чудо, мы спасаемся, друзья мои, через кровь Ишуа, через кровь Иисуса Христа, божественный замысел, как по спасению, божественный план по спасению всех евреев и всех неевреев, всех людей нашей планеты, давайте мы осознавая свою греховность, если мы хотя бы где-то еще думаем, что мы чисты, и мы заслуживаем где-то спасения, то мы еще не чисты, по большому счету, только-то лишь тогда, даже если ты вырос в христианской семье, и ты от малых ногтей, как говорится, от молока матери, ты уже вырос в учении Господнем, Иисус тебя очень любит, как полюбил того юношу, который соблюл заповеди от юности своей, Иисус полюбил его, это был на самом деле достойный человек, но в нем было нечто еще нечистое, и можно было признаться, что я нечист, спаси меня, Мессия. Друзья, порой у грешника христианского подзаборного пьяницы, к сожалению, больше даже шансов спастись, чем у человека, выросшего в церкви, как ни странно это звучит. Мой товарищ, мы давно уже дружим, Саша Шевченко, он пастор церкви в Америке, в Сакраменто, дом хлеба, он однажды привез меня на очень страшное место, мы часто с ним ездили, однажды в очередной приезд к нему, он повез меня на страшное место, показал мне кладбище, славянское кладбище, там дети верующих родителей, дети пастырей, и в основном наркотики, и все, что связано с грехом, и здесь, на всем кладбище, это в большом, говорит, естественных смертей очень мало, смертей от болезней обычных очень мало, в основном все связано с наркотиками, и он сказал, Саша, такие страшные слова, он сказал то, что перевернуло в свое время его теологию, сделало его реформатором, там, в Калифорнии, у себя в Сакраменто, что, говорит, мы, говорит, уехали сюда, в Америку, наши отцы, говорит, ехали с неправильной теологией, они думали, что если выросли мы дети в семьях верующих, мы уже по умолчанию, у нас опция некая, мы спасены, нам нужно лишь однажды выйти вперед, это рассказать, это сказать, и все, мы уже спасены, но это полный бред, говорит, это полный бред, это все, ничего не стоящее, мы еще не осознавали грешника без себя, и я проповедовал там, в день 50-летний, как раз, и подошли ко мне братья, они говорили, мы нечисты, мы еще думали, что мы чисты, мы нечисты, и теперь только, только Иисус, только Его чистота, и это рождение свыше называется, давайте мы признаем себя нечистыми, признаем себя грешными, осознаем это, осознаем, что даже если всю жизнь мы, как говорится, пропахали на Ниве Божьей, апостолы, пророки, великие чудотворцы, но если мы не осознаем, что мы даже все свои работы, даже на миллиметр не приблизились к Царству Небесному, и не сделали спасение, хотя бы на сантиметр, более доступным для нас, важно понять, что и уходя с этой земли, мы уходим, допунишь, уповая на Него, милость, на Его благодать, мы нечисты, Он чистый, спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо Тебе за кровь святую, которая омывает нас от всякого греха, и это не от нас, это Твой дар, подарок от Тебя, Боже, спасибо, давайте скажем, вышедшие вперед наши зрители, призываем вас также к этой молитве, давайте скажем так, Отец Святой, Бог Небесный, во имя Иисуса, я прихожу к Тебе, я нечист, я грешен, Ты свят, я призываю кровь святую, агнца Твоего, Мессии, Иисуса Христа, Иисус Господь, Иисус мой Царь, Иисус Спаситель, мой Целитель, Мой Освободитель, Иисус Христос, и ни в ком ином, и ни в чем ином, для меня нет спасения, только Ты, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому бляжало бы нам спастись, только Иисус Христос, и это не от нас, это Твой дар, и я принимаю Твой дар, Боже, и благодарю Тебя, спасибо за очищение Твое, Ты чистота моя, Ты моя праведность, Ты моя святость, спасибо, Господь, Аминь. Боже, благостави, сохрани, Господь, души, тех, кто вышел вперед, не постеснялся Твоего великого имени, Господь, и Ты их не постесняйся, Господь, их имена провозноси в Царстве Своем, и наших зрителей, дорогих, тоже, благостави, тех, кто молился, дай им, Господь, также, Боже, выйти вперед перед верующими, и свою веру исповедовать, во имя Иисуса Христа. И, Господь, благостны всех нас, собравшихся, прикоснуться сегодня к очень важной тайне. Учитель наш, Ты сегодня среди нас, пожалуйста, учи нас сегодня. Пусть, Господь, новозаветное обетование, о том, что, Господь помазание учит нас, о том, что Ты, Сам наш Учитель, единственный неповторимый Учитель, Господь, пусть оно сейчас сработает. Боже, и на этих примерах, из Писания, из истории христианства, из истории Израиля, Бог, учи нас, драгоценный, Дух Святой, мы не сироты. Спасибо, Господь. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присядьте, возлюбленные братья и сестры. Спасибо. Спасибо. Слава Богу, друзья. Как было сказано уже, в самом начале, семинар, сегодня «Израиль и церковь», церковь и Израиль, вчера, сегодня и завтра. И, братья и сестры, я говорил в начале, самому, перед началом служения, что с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пока одна записка. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы, передавайте наперед. Я попрошу пастора Александра Городина, значит, общины, именно передавать мне эти вопросы ваши. Друзья мои, и также я, как и вчера, ну, вчера было в соседнем здании начало семинара, и завтра будет завершение тоже в этом соседнем здании, не в этом большом помещении. Так вот, и многих не было вчера. Еще раз помашите руками, кто не был вчера. Большая часть, подавляющее большинство, не было вчера. Так вот, друзья, вы можете посмотреть все это в сети. Запись сделалась вчера, запись сделалась сегодня, как вы видите. И можно будет это все просмотреть. И также, да, как найти, на на ютубе есть страничка Бишоп Журавлев, а также есть сайт нашей церкви, сайт украинской реформаторской православной церкви, архиепископом, которым я являюсь. И этот сайт можно найти в любом поисковой системе. Пишите украинская реформаторская православная церковь. alivechurch.info живаяцерковь.info И так вот, на этом сайте есть проповеди мои, наших священников. И вам большой привет, друзья, от всей нашей церкви. Я как раз приехал с Киева, через Харьков ехал, потому как в Харькове у нас начинается новая церковь. В эти дни слава Богу, к Пасхе мы рассчитываем уже начать служение открытое, пока домашнее общение, домашняя группа. И там трудятся диаконы, диакон один и диаконисцы нашей церкви трудятся. Слава Богу! И также привет вам от моей семьи, от моей супруги и от наших с ней шестерых детишек. Вам большой привет, слава Богу! Я являюсь епископом, но я не монах, и монахом никогда не был. Я нашел клубок, как заметили, епископский такой, но как реформатор, как обновленец, я человек женатый, как согласны и Библии. Хотя для, если вы православный христианин и прихожанин храма, может быть, вы удивлены тем, что епископ женатый, но это нормально в соответствии со Словом Божьим. Может быть, по канонам традиционного православия, допустим, это ненормально, как считается, но мало ли кто как что считает. Очень важно считаться с мнением самого Господа Бога. Это очень важно. И вся беда у нас в христианстве, независимо от динаминации даже, из-за того, что не слушаемся Господа, Его Слово. И надо стараться, каждый на своем участке, каждый в своей церкви, по местной, каждый в своей динаминации, максимально стараться слушаться Его Слово. От этого наше благо все. Слава Богу, друзья мои. И иначе ничто нас больше не спасет. Даже большие чудеса, даже и знамения, если даже и мертвые будут воскрешаться у нас, и больные исцеляться, это хорошо, это очень бодрит верующих. Это очень, как бы, демонстрирует силу Божью. И Бог очень часто в чудесах и знамениях проявляется в разных динаминациях. Слава Богу за все это. Но это не является критерием истинности, друзья мои. И Иисус, к сожалению, констатировал такой факт, что многие, не просто некоторые придут, но многие придут в тот день и скажут, не Твоим ли именем мы чудеса творили. Но Иисус вынужден будет огорчить многих. Ни одного, двух, трех, ни какие-то секты, отдельные группы, а многих будет вынужден огорчить. Я никогда не знал вас. Отойдите в меня, делающих беззаконие. Это не ужасное лето, друзья. Но это горькое, но правда. И поэтому лучше пусть будет горькое, но правдой, чем сладкое, но ложь. И поэтому будем стараться, всем нам нужно предпринимать к этому шаги, исполнять Слово Божье, слушаться Его, делать то, что Он хочет. И знаете, в 96-м году я вчера немного свидетельствовал о том, что было в моей жизни. Я как бы представился, сегодня напомню, наверное, свое свидетельство, что я являлся ранее в моей жизни христианской, прежней, священнослужителем традиционной русской православной церкви. Я не был в самом начале моего служения, не был обновленцем, реформатором. Я был традиционалистом, был традиционным православным священнослужителем. С 88-го года начал свое служение. И в 91-м году сам стал священником уже и служил как чтец, вначале как и как дьякон, служил в Орловской и в Московской областях, а как священник уже трудился в Рязанской и в Брянской областях. Настоятелем приходов был там. И так было в моей жизни до 96-го года. Несколько лет я трудился как настоятель прихода, но настоятель церкви православной в 96-м произошли радикальные перемены в моей жизни. Господь развернул меня к Писанию. Через знакомство с интересными христианами, через размышления инославными христианами, писядных, инбаптистами, через размышления о Словом Божьем очень много перемен в моей жизни произошло. Я Бога за это очень благодарю. И касательно антисемитизма, вчера я тоже об этом упоминал, тоже большие перемены произошли. В общем-то, с 96-го года я такой христианин-сионист по убеждениям своим на основании Слова Божьего. Знаете, у меня как будто бы просто упала какая-то чешуя с глаз. Я увидел совершенно другую картину, которую раньше не замечал просто-напросто. И я хочу немного донести до вас вот эту правду библейскую и правду историческую, которая очень помогает. И, друзья мои, братья и сестры, как православный реформатор сегодня, я убежден, что в реформации нуждается не только наша динаминация, не только православная церковь. Хотя я в основном об этом говорю и это подчеркиваю. Но, коль здесь, если... Есть ли с православной церкви, с традиционной православной церкви, русской православной церкви, есть ли представители священия? Вот, слава Богу, брат, да. Один, может, еще есть? Вот еще второй брат есть, да. Мало, только два человека, видите ли? Поэтому в основном протестанты. Поэтому я скажу для протестантов, братьев, следующих и сестер, что в реформации, на мой взгляд, нуждается не только православная динаминация, но и протестантские церкви также. Как и, в общем-то, вообще все тело Христа. И только в каждой динаминации эта реформа, это обновление, оно выражается, ну, по-другому, как бы, по-своему, как бы. Есть свои какие-то плюсы и минусы, есть какие-то свои особенности вот этой реформы. Конечно, что касается реформации православия, я об этом много говорю, но я также упоминаю и реформации протестантской церкви, и евангельской церкви. И на примере, извиняюсь, в этой теме как раз Израильная церковь очень хорошо прослеживается это. И, друзья мои, также... Первый тост за реформацию. Я думаю, у нас такая будет больше, наверное, рабочая конференция, хотя я хочу все-таки видеть ваши записки. Потому как, допустим, звучал вопрос, звучал вопрос, о чем ваша церковь отличается, допустим, от традиционно православной церкви. Я об этом тоже расскажу. Но, вкратце, но более подробно вы можете узнать на... Как раз из тезисов, допустим, нашей церкви. У меня с собой нет материалов. Увы, не смог ничего привести. Но там на страничке, значит, alivechurch.info есть наверху такая рубрика, называется «Тезисы православной реформации». И там можно посмотреть 20 тезисов православной реформации Второго собора нашей церкви 2003 года в Киеве. А также в PDF можно открыть и просмотреть, распечатать, распространять тоже желательно. Значит, 100 тезисов православной реформации собора, третьего поместного собора нашей церкви. Это 2008 года собор. В этом году, 12-м наступившем, в августе месяце на преображении Господня, если кто будет в Киеве, не пропустите, пожалуйста, приходите на собор, уже четвертый по счету, собор Украинской реформаторской православной церкви. И этот собор, как и предыдущий, третий, он будет очень таким рабочим, будем так говорить. И там не только будет молитва, будем тоже Бога славить вместе, там наши священники, священнослужители, епископы, священники будут делиться как раз именно стратегией развития реформаторского движения в православном, как в Украине, так и в других странах бывшего безбожного союза и других странах мира. Потому как мы ждем гости не только с ближнего зарубежья, как мы говорим, но и с дальнего зарубежья. Потому что наши приходы некоторые рождались в эти годы, последние, особенно в 11-м году, в странах дальнего зарубежья. Это Румыния из европейских стран и США. Так вот, где распространяются общины, приходы на юге США, в стране Джорджия, Флорида, это charismatic orthodox church, харизматическая православная церковь. И имею честь от епископа Марка Керси, он же Симеон Иоанн I, передать вам большой привет. Слава Богу! Это белый американец православный, он крещен Духом Святым. И, в общем-то, в этой церкви в США, на восточном побережье, она в основном распространяется. Главным образом, православные греческого происхождения, африканского происхождения, индийского происхождения, славян, к сожалению, нет, но, надеюсь, скоро будут и славяне там наши, потому что служения наши именно нацелены сегодня, в этом и в следующем 13-м году, в основном нацелены на, как раз, славянское население Америки. Это Аляска, ну и до самой Флори, это, в общем-то. Слава Богу! Так вот, друзья мои, братья и сестры, вчера я рассказал из истории некоторые примеры, рассказывал, приводил примеры Израиль и церковь, церковь Израиль. Вчера, сегодня и завтра. Так я назвал этот семинар. И, друзья мои, эта тема очень сложная. Она сложная для любой деноминации, в любой конфессии, протестантской или, значит, католической, но для нас, православных, наверное, это еще более сложная тема. Поэтому я каждый раз, когда говорю об этих вещах, я еще больше волнуюсь и переживаю, потому что это, ну скажу, это очень, как бы, нам можно назвать ахиллесовой пятой современного православия, вселенского православия. И епископ Маркерси, кстати, он также в этом солидарен вот с видением нашей церкви, потому что одно из видений направлений служения харизматической православной церкви сегодня в США, это как раз именно разрушение антисемитизма в православии, и в этом году планируется две конференции, как минимум, две конференции с участием мессианских известных служителей, которые будут посещать харизматическую православную церковь. Значит, Сид Рот, наверное, всем, многим из вас известный Сид Рот, он очень горячо воспринял идею, очень обрадовался, когда узнал, что мы и вообще, что разные православные сегодня обновляются и тему антисемитизма поднимают, поэтому в этой поездке, вот летней поездке, даст Бог, в США я планирую как раз участвовать в программах Сид Рота, потому что, по крайней мере, епископ Маркерси точно будет участвовать, потому что у них есть уже договоренность, уже официальная договоренность, и больше того, Сид Рот обещает быть два раза, как минимум два раза на этих конференциях, весенние, вот после Пасхи, и осенние конференции харизматической православной церкви. Это большой прорыв для православной динаминации, это впервые в истории православия такое происходит, такие конференции, которые тему антисемитизма поднимают очень серьезно. В Румынии наша община находится в Бухаресте, но также недалеко от Бухареста есть небольшой городок, где также проходит служение нашей церкви. Это есть епископ там наш, епископ Богдан Ионеско, это священнослужитель, бывший архимандрит, настоятель одного из монастырей румынской традиционной такой православной церкви. Сегодня он воздавляет и нашу епархию румынскую. И он очень много в этом свидетельствует, о том, как Бог через освобождение церкви от антисемитизма благоставляет очень сильно румынскую церковь. Я думаю, многие из вас слышали такой пример. Если кто интересовался немного Румынией, историю Румынии, те, наверное, слышали, что когда гитлеризм был, когда фашизм был во время Второй мировой войны, и в Румынии фашисты проводили вот такие аресты массовые и убийства еврейского населения. Кстати, вчера мы были значит, на Змеиной или как Змеевской балке там и молились значит, ну, это место на самом деле оно такое трагичное. Там и не евреев тоже убивали, но в основном это как раз именно еврейское население было уничтожаемо, евреи, потому как фашисты, они питали ненависть к разным народам, но особо мистическая ненависть, определенная такая сатанинская ненависть была у них непосредственно как раз к еврейскому народу. И так вот, и в Румынии были аресты евреев, были облавы и, знаете ли, самого населения Румынии, к сожалению, частью Румынии, не всей Румынии, но частью Румынии сдавали соседей своих, сдавали евреев, порой даже и громили и убивали даже евреев даже до того, как немецкие фашисты приходили в их поселки за этими арестами. Так вот, но в другой части Румынии христиане по-другому отреагировали на вот это все. И в другой части Румынии наоборот, христиане прятали евреев, не давали немцам проводить там эти вот облавы. То есть, население в целом выходило против этого и немцы очень боялись таких вещей, хотя они были захватчиками, оккупантами, но когда население в большинстве своем, оно нервнодушно, знаете ли, когда оно позицию свою заявляет, то они понимают, что против этого танками не пойдешь. против населения, то есть, они как бы делали ход назад. Как было в Дании, кто тоже, может, читал, когда, значит, был указ, издан всем евреям, допустим, они с чего начинали? Вначале выделить евреев из общей массы, потом арестовывать и уничтожать. И когда заявили, что вот у всех евреев будут звезды Давида нашиваться в принудительном таком порядке и ущемляться их права, то многие христиане стали в подражании евреям одевать на себя эти звезды, не евреи абсолютно, стали одевать. Говорят, и будущий король, принц тогдашний тоже одевал на себя эту звезду и ходил по улицам города. И фашисты, немецкие оккупанты, когда они смотрели, вначале только лишь евреи, потом уже не евреи носят, и спрашивают, а почему? Ну, в моем сердце тоже живет еврей, Иисус Христос, поэтому я ношу тоже эту звезду. Вы не можете запретить мне это сделать? И когда почти все население Дании одело эти звезды, немцы поняли, здесь антисметизм не пройдет, здесь ничего у нас не получится. И фактически ни один еврей там не был убит. Вот так вот. Кстати, Мартин Лютер Кинг в свое время, великий американский реформатор, он говорил по этому поводу, когда он об этом прочитал, он плакал, много говорит об этом, и он сказал такие слова в одной из своих проповедей. Я был в Джорджии, как раз в музее Мартин Лютер Кинга, и там несколько есть стезисов, один из них по поводу антисметизма, кстати, очень мощно там стоит, и там говорится, на разных языках написано, вот, значит, и там говорится, что если бы христиане Европы, не только Дании, а христиане Европы, сделали бы то, что сделали христиане Дании, у фашистов, у Гитлера ничего бы не получилось бы. Холокоста не было бы, ужаса не было бы. И, ну, что было, здесь в Ростове была бойня, мы знаем, евреев истребляли, убивали массово, и Господь помилуй нас. Я вчера рассказывал о том, как антисметизм, вот эта зараза, которая во времена Второй мировой войны, она вышла наружу, как она постепенно вкрадывалась в тело Христова. Потому как, я вчера упоминал слова Гитлера о том, что по отношению к евреям он не делает ничего из того, с его слов, чего бы ни делала христианская церковь на протяжении последних полутора тысяч лет. И, к сожалению, он был прав в этом отношении. Потому что, на самом деле, христианство к тому времени уже полторы тысячи лет болело страшным недугом. И Гитлер, и Сталин, и эти главные тираны 20-го столетия, это были плоды христианства, отступнического христианства, и плоды наши плоды. Проще, конечно, нам сделать христианам откреститься от этих плодов, или сказать, это не наше, и вообще ничего с христианством общего даже близко и не было, но это будет нечестно. Конечно, каждый за себя здесь уже решает вопрос этот. Я лично решил не открещиваться от этого страшного наследия. Я решил, как христианин, сбросить очки розовые, деноминационные определенные, и посмотреть правде в глаза. А правда, господа, такова, что христианство без Христа в центре внимания, оно рождает монстров. Христианство не сфокусировано на Иисусе, на Голгофе, оно рождает чудовищ. И я вчера, думаю, достаточно приводил свидетельство как раз из жизни Сталина и Ленина, извиняюсь, Сталина и Гитлера, рассказывали как раз об этих ужасах. Но, друзья, также вчера я упомянул о том, что за полторы тысячелетия до Гитлера, до того, как он провозглашал подобные, христианские учителя, христианские многие проповедники начинали тогда, к сожалению, эту ересь антисметизма привносить в жизнь церкви, в учения церковные. Антисемитизм, думаю, понимаете, многие из вас понимают, называют ненависть к евреям, ненависть к еврейскому народу, вражду против евреев, также называют антисемитизмом, хотя семитами являются по большому счету не только евреи, но также и арабы, допустим, но есть группа семитских народов, но антисемитизмом как термин называют вражду именно против евреев, чтобы было понятно, определимся с терминами И вот, друзья, в христианстве, братья, если историю церкви, первое поколение христиан это были в основном евреи, в последующее поколение христиан это были уже в основном неевреи. И вчера я упоминал о том, что еще даже в период гонения церкви, когда церковь христианская была гонима, уже первые ростки антисметизма уже проклевывались. Но особенно сильно антисметизм стал расцветать в христианстве именно как раз когда церковь стала государственной, официальной церковью. Начиная с Константина Великого и дальше вот эти плевелы были посеяны. Помните, Иисус, Он говорил когда о царстве, Он не просто говорил, что хорошее зерно было посеяно, Он говорил, что пришел, когда проспали, пришел враг и посеял плевел на свои. Иисус, говоря о царстве Своем, о царстве Небесном, о царстве Божьем, Он говорил очень порой такие страшные слова. Он не говорил, что все будет хорошо, что вся история христианства будет просто идеалом, что будет безошибочной церковью, церковь Христа. Он не говорил об этом. Он говорил, что тело его будет очень страшно страдать, будет страшно болеть. Оно все вскислит даже, больше того. Но Он обещал, что будет в конце веков, будет сбор урожая. И плевелы будут расти до последнего дня в теле Христа. Мы не можем, знаете ли, своей рукой взять и повыдергивать многие вещи. Но Господь обещал, что будет суд. Я скажу, что почему Он оставил и сорняки расти до последнего. Он дает шанс всем людям покаяться. Он очень любящий Бог. Он дает шанс даже самому последнему злому сорняку стать злаком Божьим. Он дает шанс всем людям спастись и достигнуть познания истины. Я Бога благодарю, что из горького сорняка, что представляло мое христианство, Он сделал злак добрый. Я Бога благодарю, что я вижу очень много примеров того, как многие злые сорняки в теле Господнем на огороде Его Царства становятся злаками через покаяние, через милость Божью. Но когда будет уже сбор урожая, последняя труба, и когда серба будет пущен, тогда уже будет поздно. Поздно будет локти кусать. Уже время наступило пожинать плоды. Отвечать за все, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. И, друзья мои, братья и сестры, записки можете передавать. Я попрошу еще, знаете, что у нас будет разделено все это на часы. Я извиняюсь, мы сделаем почасовые такие блоки. А между этими, как бы, занятиями нашими, этими семинара, частями семинара, на три части разобьем, на три часа. Я попрошу музыкантов, певчих спеть что-то, исполнить. И, значит, ну, можно станцевать даже, спеть. Да, друзья. И, по поводу антисметизма, надо еще кое-что прояснить. Потому как я понимаю, что у многих сегодня очень противоречивые чувства. Вчера я даже делал такой небольшой тест и говорил им, вот скажите слово «еврей», скажите слово «израиль». Можете, так, полголоса, скажите, пожалуйста, все, присутствующие. «Еврей», скажите. «Израиль». 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 Вот, вот, что у вас, какие ассоциации возникают, когда мы говорим это? Я, когда проводил такой тест у себя в церкви, многие потом признались, что не только сливки всплывали. Порой такие гадости всплывали внутри. Знаете ли, Дух всегда показывал такие некоторые нехорошие вещи. Начиная от каких-то анекдотов, значит, там, таких плохих, именно, злых, знаете ли, я не против, конечно, если это хорошая такая неканоническая притча, будем так говорить. Но если это уже злой такой, знаете ли, анекдот, высмеивающее зло, ехидство, да, значит, то уже, конечно же, это уже грех. И, господа, в такой не очень дружной семье народов нашей планеты мы должны признать тот факт, что есть один народ, народ, как можно назвать его, вот по-старорусски, допустим, богоносцем, или народ святой, народ Божий. И вынуждены разочаровать вас, это не русский народ, это и не украинский народ, это не американцы, хотя очень похоже, они были собраны, ну, в начале Америки, именно с разных народов вместе были собраны под таким покровом, что ли, Богом, мы народ пред Богом, было написано в декларации независимости. Но, и вынуждены разочаровать и американцев, африканцев, много народов в Африке, но их всех вынуждены разочаровать. Есть много разных народов, старых, новых народов, я встречал, у нас, допустим, в церкви есть ассирийцы, есть одна женщина, пожилая уже, старая ассирийка, вот, значит, есть, то есть, это исторический народ, представьте себе, исторический народ, их очень немного сейчас на планете, но народ сохранился до наших дней, ассирийцы. Так вот, и есть много разных народов, но есть лишь один народ на нашей планете, если брать именно кровно, да, хотя, по большому счету, как говорил еврей, апостол Павел, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначить пределы определенной обитания. Так вот, и, друзья, но есть один народ, который Бог произвел особо. Мы знаем, читающие Библии люди знают о том, как это все было. Мы знаем, как Бог нашел язычника одного, Авраама, в котором он увидел особую веру, он увидел особый поиск Бога. В то время на планете нашей, к сожалению, Бог не мог увидеть больше людей, которые могли бы ему доверять, но он нашел хотя бы одну душу. И это было уже начало, новое начало. И не было потопа такого водного, знаете ли, в то время. Бог уже поклялся однажды. Он бы, может быть, и сделал бы еще потоп, но он поклялся не делать больше потопа. Но выход нашел Бог очень интересный в то время. Он не стал убивать всех потопом, водой. Он решил по-другому сделать. Он нашел одного человека, который мог доверять ему в этом бескрайнем море людской, знаете ли, разобщенности. В море невежества, ханжества, материализма. В море оккультизма. И культы процветали в то время ужасные. Люди забыли об истинном Боге. Люди пустились во все тяжкие. И было страшно смотреть, я думаю, нашему Господу, Отцу нашему Небесному, на все то безобразие, что творилось на нашей планете. Сегодня археологи, раскапывая свидетельство вот тех давних веков, приходят в ужас порой от того, что происходило в тех городах государства, допустим, о которых мы сегодня знаем на уроках по истории. Так вот, и Бог нашел Авраама. Мы знаем, что от Авраама родился Исаак, от Исаака родился Ияков. От Иякова родились патриархи, от патриархов весь остальной народ. Бог создал особый народ вот таким образом. Не потопив остальные народы водою, Он произвел новый народ. Как от Ноя, новое родословное прошло человечество, так от Авраама тоже новое начало. Но особое такое, духовное начало определенное. И мы знаем, что изначально это из Писания очень хорошо видно. Бог создал еврейский народ, чтобы говорить этой планете о том, что Он таки есть. Что Бог существует, что Бог реален, Бог истинен. Чтобы заявлять всей планете, что есть живой Бог, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. И больше того, было обетование о пришествии Мессии, о рождении Спасителя. Многие поколения ожидали рождения Христа. И сегодня мы верим, большинство собравшихся, я убежден, мы верим в 100%. Мы пели об этом, мы говорим об этом, молимся об этом. И живем этой верой. Что Иисус, хотя мы, может быть, разные по динаминации, но и все православные католики, протестанты разных направлений, все-все-все солидарны в том, что Иисус есть тот самый Христос, о котором говорили все пророки Библии. От Моисея начинаю. И это, собственно, и есть христианство. Фундаментальные такие истины. И есть разные обряды, разные традиции, разные понимания. Но вот в этом мы солидарны, что Иисус есть Христос. Неверующие могут думать, что это даже как бы имя и фамилия, что ли, Иисус Христос. Но это величайшее откровение, что на самом деле, что Иисус есть Христос. И Ишуа наш шеф. Он есть Мессия. И, друзья мои, и вот из прочтенного фрагмента, из послания Кифисяна, 2 глава, то, что я читал, здесь очень ярко говорится, что Он есть мир наш. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший, стоявший посреди преградов, описано в 14 стихе. То есть, то, что я читал. И скажу, что это действительно чудо Божье. Господь совершал великие чудеса, но самое великое чудо всех чудес. Что во Христе Иисусе рушится вражда. Во Христе Иисусе примирение народов. То есть, Бог прививает сегодня, Он, как знаете, мечури надыхает, как говорится. Там такое, через многие столетия, такое происходило на огороде душ человеческих. Бог вывел новое. Он взращивал, обрабатывал. Да, были такие времена, когда это ростки Божьи погибали, казалось бы, и уже все, казалось бы, уже нет больше Израиля. Но, как бы, опять Бог очень заботливо окапывал все, поливал и обрезал, значит, обрезал и обрезал, и вырастало, вырастало, это все вырастало. И потом, однажды, 2000 лет назад, Бог сказал, все, созрело. Теперь пришло время с разных народов привить эти веточки, привить эти души, привить. Они и раньше прививались. Мы читаем Руфь-Мавитянку, мы читаем о других многих, да, тех неевреев, что в те времена, до Ишуа, до Иисуса Христа, до нашей эры, они прививались к народу Божьему. Это было очень скромно, это были опытные образцы такие, но они прививались, и они приживались. И Руфь, это Мавитянка, она привилась с самого негодного народа в то время вообще, одного из самых негодных народов. Есть разные народы, но эти народы, с которых вышла Руфь, они были самыми негодными, с точки зрения Бога, я имею в виду. По-человечески они, может быть, были, так, ничего себе, но в глазах Бога они были очень негодные. Настолько, что Бог сказал, что из аммонитян и мавитян никто никогда не может быть в обществе Господнем. Это слова Божьи из Библии. И, знаете ли, конечно, Руфь могла, она имела очень много поводов обидеться на Бога Израилева, и, конечно же, она могла оставаться патриоткой, значит, мавитянского своего народа. Она могла по-прежнему, даже больше того, ей и предлагалось это, пожалуйста, потому что, ну, как бы, был запрет, категоричный запрет. Но она была блаженна и благословена. Она привилась. Она заявила, что Бог Израиля ее Бог. Она влюбилась в Бога. Она отдала Ему свою жизнь, свое сердце. Бог очень сильно благословил эту женщину. Она в родословии Мессии. Она в родословии Иешуа, Иисуса Христа. Вот что делает. Знаете ли, когда я читаю один случай с Иисусом, когда одна женщина, Серафинькиньянка, так еще в этом переводе написано моем, значит, она просила милости. И Иисус, казалось бы, значит, не обращал у нее внимания. Также она кричала, она вопила, а Иисус оставался равнодушным. Он был достойным хасидом. Он не общался с неевреями. Очень редкие были моменты такие, когда он протягивал руку, а не еврею. Но ученики уже сказали, Равин, пожалуйста, Рэбе, обрати внимание, она уже достает всех уже. Она вопит. Скажи ей хотя бы два слова насчет этой женщине. Он говорит, что тебе надо, женщина? Она сказала, чтобы дочь моя исцелилась. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам. Псам. Женщина могла обидеться. Могла хлопнуть дверью и уйти. И сказать, в эту церковь я больше ногой не ступлю вообще даже. Но эта женщина, она смирилась настолько, она сказала, да, Господи, я понимаю, мой народ негодный. Да, я понимаю, что мы все вот погрязли бы в этих грехах, в оккультизме. Все, да. Но я хочу. Пусть наши крошки с этого стола, пира веры. Я хочу взять эти крошки. Я надеюсь получить. Как вот те щеночки. Что собачка там, да, что-то падает у детишек со стола. Да, значит, они берут это. И здесь Иисус как будто бы вообще изменился, да. Иисус вдруг говорит о женщине. Великая твоя вера. Он похвалил эту женщину. Он сказал своим ученикам. В Израиле я даже не видел такой веры сильной какой-то женщины. Он очень сильно благостил эту женщину. Он поставил чудо свое. Друзья, это очень хороший прообраз. Я когда читаю эту историю, перечитываю, я все время читаю Руфму, Аветянку. Вот насколько она была так же очень сильно, вот знаете, возжелала Бога. Сильно возжелала Спасителя и спасения Его. И знаете, друзья мои, там на Голгофе Иисус когда сказал совершилось. Их завеса разорвалась в храме. Как бы завеса не только с Богом, евреев и Бога, между Богом и евреями, но и между Богом и неевреями. И между евреями и неевреями завеса разорвалась. Бог показал удивительно. Иисус сказал, совершилось. Сказал, совершилось. И мы подразумеваем, конечно, понимаем, что совершилось дело искупления рода человеческого. И с того самого времени мы видим по нарастающей, из книги деяний, допустим, апостолов, да, как это все происходило. Постепенно для всех неевреев, разных народов открывалось вот это тайное спасение. Первым верующим было очень тяжело, евреям, даже принять таких вот, знаете ли, неевреев, не обрезанных, не кошерных совсем, знаете ли, принять в общество Господне. Но Дух Святой, Руах Акадош, Дух Господний, Руах Адонай, Он сходил на неевреев, не кошерных, не обрезанных. Как бы правила игры изменились. Нет, Бог тот же. Но Он показал что-то удивительное. Вспомните слова Павла, еврей, который посвятил себя служению неевреям. Фарисей из фарисеев. Такой, что, как бы, раньше не мог себе представить, даже, наверное, в самом страшном сне, что он будет с неевреями общаться и дружить, и кушать вместе, и праздники. Он, наверное, не мог себе представить даже, вообразить такого. Но Он принял это служение от Господа. Он пересмотрел свою теологию. И, знаете ли, Он написал, первое послание Коринф, мы это читаем, 3 глава, 16 стих. 3,16. Легко будет запомнить. Первое Коринфе нам. Он написал Коринфской церкви, состоявшей в основном из неевреев при том. Там большинство, мы можем предполагать, членов церкви, в этой церкви было неевреев. Он написал, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Удивительно, да? Сегодня храм Божий, это живой человек. Храм Божий, обшит кожей. В 15 веке Нил Сорский, Васям Патрикеев, другие старцы Заволжские говорили, что храм не из бревен, а храм из ребер. Живой человек. Живой человек храм Божий. И вместе верующие являются храмом Божьим. Павел написал это послание свое тогда, когда храм Божий, тот самый, там в Иерусалиме, он еще функционировал. Он еще продолжал свое служение, и там священники по-прежнему убивали этих животных. Работа батюшек тогда священников еврейских была такой очень, скажем так, кровавой. Много очень животных убивалось, но эти жертвы в то время, они были уже бессмысленны, потому что Агнец Божий непосредственно взял уже грехи всего мира на себя. И жертвы были уже не нужны тогда. Но священники упрямо совершали эти жертвы. Они завесу зашили, списав все на, как бы, совпадение. В народе говорят, прыщ не скучит просто так, на тебе. Вот, Иисус говорил, Мессия, волос не упадет, все сочтено у Всевышнего. Тем более, что касается храма Божьего, что касается святого и святого святых. Ведь завеса была там, и она была разорвана сверху, притом донизу. Никто там из тайных учеников Ильшуа снизу подорвал, нет, сверху донизу была разорвана. Бог показал, все, открывается свободный доступ к Царству Небесное. Это прекрасная песня Алексея Ледяева, я очень люблю эту песню. Завеса, разорванная завеса, да. И там песня, такие слова, я каждый раз просто внутри содрогаюсь. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеной глухой. Это настолько, это просто, скажу, ради одной этой песни я бы Алексей канонизировал бы. Ради даже одной этой песни. Вот, шутка, конечно, насчет канонизации, шутка. Хотя есть свои доли шутки. Меня тут недавно чуть-чуть не канонизировали нечаянно в Украине. Не здесь, а не в России, а в Украине. Ну, я потом расскажу как-нибудь ситуацию. Так вот, и, друзья, и после вот этой жертвы, Жертвы в храме продолжались еще, да, жертвопоношения, но они уже были ненужны. И Бог их не принимал. Мессианские раввины насчитывают десятки вот этих в Талмуде косвенных подтверждений правдивости Евангелий и личности Ишуа, Иисуса как Христа, как Машефа. И самые потрясающие свидетельства содержатся в разделе Талмуда, который называется Йома, или же, да, Йом-Кипур, можно так назвать. То есть тот раздел Талмуда, где рассказывается как раз именно о празднестве Йом-Кипур, День Искупления, можно так сказать по-русски. Когда в Библии об этом говорится, об этом Дне Великом, и в Новом Тоже Завете говорится об этом, когда первосвященник, как патриарх, допустим, да, старший священник, он входил во святое святых. Если, допустим, представьте, это бы, здесь был бы там, ну, как икиностаз, допустим, что-то такое, завеса, да, и вот здесь было бы святое святых. И священник заходил туда с кровью жертвенного животного, ритуально обескровленный козленок. Мы читаем, как это все происходило в Библии, да, не буду повторять это все. Кто еще, может, не читал, это прочтите, это в Писании есть. И вот, и когда это совершалось, это была самая великая жертва, жертва всех жертв, самая грандиозная жертва. И священники наблюдали, примет ли Бог эту жертву или не примет. Если Бог принимал эту жертву, то тогда говорили, Бог простил Израиль, Бог благословил свой народ. Если не принималась жертва, то говорили, нет, Бог не простил свой народ. Были, как скажете, как проверяли? Разные были методики проверки, критерии. Но самое впечатляющее, это традиция, которая была времен храма, обмакивание лоскутов или нитей белоснежных, обмакивание в кровь жертвенного животного. И вывешивание этих кровавых, окровавленных, пропитанных кровью лоскутов, этой материи, этих нитей, вывешивания в храме. И смотрели священники, наблюдали, если эти окровавленные, пропитанные кровью, белоснежные материи, становились снова белоснежными, тогда они говорили, Бог принял жертву народа своего. Если оставались кровавыми, то священники говорили, Бог не принял жертву. И за основу священники брали местописание слова из Исаии пророка. Если грехи ваши будут как багряны, или в буквальном переводе можно перевести с еврейского языка, как окровавленная тряпка, то яку выбили ее, Бог обещает выбелить ее, сделать ее белоснежной. И священники брали за основание вот это местописание и делали так. И в трактате Йома говорится следующее. Это будет вам, кстати, очень полезно при общении с религиозно-грамотами иудеям. Но этим фактам не надо просто обрастаться. Проповедуя евреям, а мы обязаны проповедовать, во-первых, иудеям, потом иелинам, русским, украинцам, всем проповедовать. Но, во-первых, евреям. Если вы видите евреям, даже если вы не хотели проповедовать, вам нужно проповедовать. Просто вам нужно, как бы через не хочу, но сделать это, рассказать о Мессии, о Христе. И вот, интересно, я это использую, проповедую евреям. Бывает и в поезде, бывает и в самолете, бывает и где-то там на улице общаемся, когда Бог дает нужные встречи с нужными людьми. И мы, если не бывает встреч, просто попросите Бога, допустим, с вечера или утром, когда молитесь, скажите, Господь, дай мне, пожалуйста, сегодня хотя бы одного еврея увидеть. И дай ему возможность сказать слово Божье. И Бог дает. Знаете, удивительно. Даже те, кто с виду не скажет, что он еврей, потом выясняется по ходу разговора. Еврей, оказывается. Я с одной женщиной разговаривал, она такая, думала, она такая украинка такая, заядлая. И вообще, она такая антисемитка такая была. И, значит, и я как бы даже пожалел, что как бы начал с ней разговаривать. А потом выясняется, да я сама у еврейка, говорит. И мама у меня еврейка, и папа еврей у меня. Но, а с виду не скажут, она такая замаскированная еврейка такая. Да, Бог порой вот так маскирует своих детей. Вот. И слава Богу, что она послушала слово Божье. И когда мы расставались, она уже не была агрессивной антисемиткой. Среди евреев много антисемитов встречается. Как-то странно это звучит тоже. Так вот. И по поводу трактата Йома. Раздел Талмуда. Книга никак не заинтересована в распространении христианства, но косвенно, десятки раз подтверждает правдивость Евангелий. И косвенно подтверждает правдивость личности Иешуа, Иисуса как Машир, как Христа. Так вот. Говорится, что 40 лет подряд при некоем Шимоне Цадике каждый год принималась жертва на Йом-Кипур. Каждый год нити становились белоснежными, лоскуты становились белоснежными, чистыми, от крови, вычищались. Потом 40 лет следующих после Шимона Цадика было временами, да, написано временами нет. То есть, был период неопределенности. Но, написано дальше, но последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, имейте в виду, последних 40 лет, жертва никогда не принималась Всевышним Богом. Никогда. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры. Отнимаем 40 лет. Получаем 30-й год нашей эры. Это время как раз, примерно в это время как раз и страдал Мессия. Страдал Христос. Мы не знаем точного года рождения Христа, но, по всей вероятности, Иисус родился в 3-м или даже 4-м году до нашей эры. Не как принято сейчас считать, у обывателей 2012 год вынужден разочаровать. Сегодня уже 2016 или даже 2017, может быть, год, вполне возможно. От Рождества Христа. А почему такая вышла неточность и почему сегодня наука обличила религию, обличила христианство как религиозную систему? Просто-напросто потому, что первые 300, даже 400 лет в христианстве не было, как бы, желания или не было даже идеи такой праздновать каким-то особым праздником день рождения Иисуса Христа по плоти. То есть, никому в голову не приходила такая идея. Христианам было даже не до того, честно говоря. То их преследовали, потом было тоже не до того. Но, когда христианство становилось государственной уже религией, тогда нужны были, как государственные религии, нужны были праздники определенные. И поэтому было предложено празднество, некоторые празднества в честь, допустим, Иисуса Христа. Да, впоследствии, когда культ Богородицы и святых умерших других, он пришел в христианскую церковь, это было уже 5-е и 6-е столетия. Тогда были предложены и другие праздники, уже в честь не Господа, а, допустим, а в честь, допустим, Его Матери, да. В честь, допустим, Его друзей апостолов, в честь некоторых других святых. И сегодня, если вы откроете традиционный православный календарь, вы увидите, ну, каждый день какие-то имена, какие-то праздники, какие-то, знаете, события. Так вот, и в средние века, когда, вот в том раннем средневековье, когда высчитывалось примерно время рождения Христа, то тогдашние монахи, специалисты, значит, по подсчетам, они ошиблись. Как оказалось, сегодня наукой доказано, ошиблись на 4 года примерно, ну, 3-4 года, смело можно сказать. Хотя, значит, есть разное по этому поводу мнение. И Иисус родился тоже не зимой, да, мы понимать должны, христиане, что Иисус родился не в декабре и не в январе, конечно же. Иисус не мог родиться зимой, потому что перепись кесаря августа проводилась в летнее время только, и заканчивалась уже в конце сентября, как правило. Вот, начало октября, это крайний срок. Перепись кесаря, это исторический факт. Больше того, об этом косвенно говорят и Евангелие другие. Говорится, что пастухи были в полях со стадами, да. В Израиле в зимнее время в полях вы не могли бы найти стада и пастухов там вместе с ними ночующих. Дело в том, что сезонные рабочие нанимались на вот эту работу с животными, жили в полях именно в летнее время. Ну, по-нашему, это июнь, июль, август и сентябрь. В октябре вы уже не могли бы найти даже близко, где-то в полях, насчет живущих там пастухов, ни в коем разе. И много других есть об этом сведения, есть интересных тоже. И, кстати, Иисус родился не во дворце, мы видим, да, из Евангелия, а родился в Хлеву, по сути, да. Но это не было грязным местом, как некоторые рисуют. Кто в селах бывал? Я бывал в селах, я жил даже в селе, я несколько лет прожил в селе, будучи настоятелем сельского прихода. Я бывал в Хлевах, таких, что я приехал, значит, там в одно село, командировочный получил удостоверение от епископа, это было в Рязанской области. Меня, как молодого священника, послали, значит, в один приход, в другой приход. Там батюшка заболел, там, значит, там уехал. И я послужил одно воскресенье, там два воскресенья где-то в другом приходе. И приезжаю с командировочным удостоверением на приход, а там, значит, вообще, как бы меня устроили в доме в одном. И говорю, а где у вас туалет? Ну, где хотите. В смысле? Я не мог, я городской житель, я не мог поверить, что там нету вообще села, в этом селе, даже вот такого туалета типа сортир советского не было даже. Вообще. А я спросил бабушку, которую мне поселили, говорю, ну, а вы-то куда ходите? Как бы, ну, как бы, хотя бы место обозначьте. Как бы, ну, я же не могу так. Значит, а вот котух, они называют это, это, а там корова живет у них. Я зашел туда, знаете, это как в социальных сетях сейчас такая картинка популярная такая, мне уже прислали ее там многие люди. Значит, такой мишка такой злой, такой медведь такой идет, значит, и написано, лечу за пор одним взглядом. Вот, вот, я, я от взгляды коровы, да, очень быстро справил свои нужды все. Знаете ли, не знаю, как медведя, но я корову испугался ужасно. И при том она все время, я говорю, отвернись, пожалуйста. Она на меня впярилась и смотрит вообще. Вот, ну, как бы, ей все равно батюшка, не батюшка. Вот, ну, ладно. То есть, вот такие дела. Да, друзья. И, ну, возвращаясь все-таки к теме. Хорошо, примеров можно много приводить. Расскажу, что... Возвращаясь все-таки от таких примеров, не очень, может, хороших примеров, извиняюсь, может... Ну, возвращаемся к теме, как раз, Талмуда. Дело в том, что сорок лет подряд, на самом деле, значит, действительно, жертва не принималась. И Иисус родился летом, хотя, вероятнее всего, родился в сентябре. Сегодня так говорят ученые. Потому что, как раз, к этому времени, все вот эти вертепы, эти вот, они были чистые, они были обжитые уже. То есть, там люди жили уже. Это не то, чтобы, значит, грязное какое-то место. Нет, это чистое было место. И вот, и, кстати, еще одно знамение. Я прочел недавно у одного мессианского брата, проповедника. Насчет знамения пастухи. Пастухам было сказано, что знамение они в яслях увидят младенца спиренутого, да? Ну, что, какое знамение? Какое странное знамение? Ну, ладно, кормушка, понятно, но, а причем из пелены? Они, разве, тоже знамение какое-то является? Каким знамением? Оказывается, тоже знамением. Археологи это доказали. В районе Вифлеема, Вифлеем именно, там, где было рождение Христа, хотя родной его город Назарет, но родился он в Вифлееме Иудейском, в исполнении пророчеств и при переписке с рябом, что мы знаем. Так вот, и как раз в районе Вифлеема, там, оказывается, как раз в пещерах, в этих вертепах, еще, знаете, чтобы было, там небольшой бизнес был в Вифлееме, пелены эти, которые мы погребали, мертвы потом оборачивали, представляете? Вот, но это не то, что грязно, нет, это чистые, но их было много, их готовили очень много. И потом продавали их, когда сезон заканчивался, их продавали. И, значит, ну, конечно, скажете, неужели Мария, она, значит, вот эти переданы могла завернуть младенца? Мы не знаем, скорее всего, да. Скорее всего, хозяева предоставили много вот этих материй для, значит, молодой мамы, значит, этой семьи. Молодой. И у них первенец родился. Но это было знакомо. Кстати, еще одно страшное, еще один страшный знак. Когда Иисус, когда Он родился, ведь не только золото принесли мы, да, мудрецы, но еще и, ладно, да, и смирно. А смирно это для покойников. Представьте, если вот вы родили, да, с родом дома, приезжаете домой, а вам в квартиру звонок, значит, вот принесли вам на похороны вашего сына, значит, ну, ну, чтобы вы там не бегали, не искали ничего, вот, как бы, вот, значит, для похорон. Он только родился, вы что? Ничего не знаем, вот Бог сказал, вот для похорон сына. Представьте, какой стресс Мария испытала, и не раз, вот, в своей жизни. Вот, но, знаете, это было не просто так. Вообще, Симеон сказал ей в храме там, в Иерусалиме, что тебе вообще оружие пройдет душу. Не то, что, то, что частный стресс испытал, это одно. Но потом будет такое, что врагу не пожелаешь, тебе пройдет оружие душу. И откроется помышление многих сердец вообще. Вот, и это все испытала Мария. Действительно. Но когда пророчество звучит, даже страшное, например, вашу жизнь, мою жизнь, мы не должны христианин пугаться. Мы должны сделать выводы. Бог, когда дает пророчество страшное какое-то нам, да, определенное, Он тем самым не делает нас нам хуже, в депрессию гонять. Нет, Он, наоборот, нас приготовляет, чтобы мы настраивались, чтобы мы приготовились к сражению. Если, допустим, к примеру, Бог сказал, допустим, вам, что через 10 дней, допустим, будет дефолт новый. Это не потому, чтобы вам было плохо, а чтобы вы что-то приготовили к этому времени. Что, возможно, там купили, значит, там деньги пустили в оборотках. То есть, чтобы вы приготовлялись. Если Бог говорит вам, допустим, какое-то страшное пророчество, да, о будущем каком-то событии страшном, да, гонении, допустим, за веру во Христа, это не чтобы вы искали укромное местечко, значит, безопасное, зовиться поглубже в землю, знаете ли, значит, вот, а чтобы вы приготовляли свое сердце, чтобы вы, значит, перед лицом противника не спасали, чтобы усмотреть. И вот Марию Бог готовил к очень страшным испытаниям, конечно. Это очень хорошо видно в Писании. Так вот, и друзья, праздник Рождества, в общем-то, вы понимаете, на Христово, как и другие многие праздники календарные, это плод человеческих фантазий, и большей частью, а еще большей частью, это влияние оккультных языческих религий на христианскую церковь. И это наследие, мы с этим живем уже не одно столетие, конечно, уже пять столетий реформации, но до сих пор в теле Христа вот все эти вот закваски, вся закваска-то бродит. Значит, и что с этим делается до сих пор, я лично не знаю, я не имею ответов от Бога на эту тему. Но я скажу, что в моей семье мы не празднуем, это уже давно уже, но когда я проповедую на Крисмос, на Рождество, допустим, проповедую в церквях баптистов, допустим, у харизматов, у писятников проповедую, у адвентистов, как раз на Крисмас Тайм, в Америке у католиков, Харизматическая католическая церковь проповедовала там как раз, время было перед Крисмосом. Значит, и, но я каждый раз, знаете, о чем говорю в последние эти годы? Я говорю, что мы не знаем, хотя дата рождения Христа, и по всевероятности очень много проблем этот праздник представляет собой в христианстве, но, с другой стороны, это хорошая возможность людям сегодняшним, сегодняшнему поколению говорить об Иисусе Христе, который родился, чтобы стать жертвой за нас, и пусть Христос родится в сердцах людских. Вот я это подчеркиваю постоянно, это очень важно, на мой взгляд, подчеркивать, потому что не застолье, а вот именно возможность, ну, максимально пользы из этого праздника, существующего, увы, по сей день, взять для себя. И, конечно, много других событий произошло в историческом христианстве, очень много. Вся беда была в том, вот той древней церкви, полтора тысяч лет назад и больше, что церковь христианская тогда отказалась, по сути, от своего еврейского прошлого, и сама Библия стала читаться по-другому. Согласитесь, если, допустим, вы, например, написали письмо, да, написали письмо человеку своей культуры, своей традиции, значит, и потом это письмо попало в руки человеку с другой культуры, с другой традиции, и он письмо прочитает. Я не уверен, что он все поймет правильно. Даже если будет правильный переводчик у него стоять на его компьютере, допустим, и он письмо получит по ошибке, он многие вещи не сможет неправильно истолковать, неправильно понять. Это что касается письма человеческого, а тем более письма Божьего. Бог давал, не зря это для еврейских мозгов, Бог не зря давал Библию для еврейского интеллекта, Бог не зря давал Библию для еврейской культуры, по большому счету, положа руку на сердце. Ведь сама еврейская культура, как и весь народ, рождалась из Библии, рождалась из Слов Божьего. Нельзя это сказать ни об одном другом народе, к сожалению. Даже наши безобидные, Люли-Люли стояла, в опале Березонько стояла, даже безобидные наши украинские, русские, другие традиции народные, древние, они все уходят корнями куда? В оккультизм, в язычество. Те же самые в опале Березонько стояло, это конкретно оккультные бесовские песни, которые в древности имели откровенно оккультный знак, и связано было с убийствами животных и людей даже, приношениями. Но дошел до наших дней, это очень как бы культ смерти, дух смерти, которого черствовали славяне, и поэтому они танцевали, как неподвижные статуи, значит, двигались. Это было знаком, оккультным знаком. Но это один из примеров, на самом деле, в любой культуре любого народа. Таких примеров вот так вот, больше, чем достаточно. Но единственный народ на планете, единственный народ, чья культура именно замешана на Божьих откровениях, чьи танцы, культура, все, традиция в целом, не без влияния, конечно, других народов, и это в Библии мы тоже видим, но было сформировано именно Словом Божьим, это еврейская культура. Хотя мне, как, допустим, человеку, да, может быть близко, у нас разные вкусы, да, какие танцы кому нравятся, какая музыка кому нравится, допустим. Вот, мы слушаем разную музыку, разные танцы, но есть то, что Богу нравится. Очень интересно. Допустим, некоторые говорят, в нашей культуре не принято, допустим, танцевать перед Богом, да, значит, но Бог это повелел, ему это нравится. Интересно. Когда мы, допустим, женимся, да, то некоторые вещи нам, допустим, нравятся, а ей не нравятся, допустим. Мне нравятся, ей не нравятся. И наоборот. Хорошо, когда нам нравится одно и то же. Я не знаю, как было у вас, допустим, ну, вообще, ну, у меня было как с моей Инной. Допустим, она потом рассказала. Мы были молодой парой еще совсем, и она сказала, что вот она перед свадьбой переживала еще до, ну, когда мы общались еще только. Переживала, допустим, а люблю ли я, ну, как отношусь я там к луку, к чесноку, допустим. Она очень любит лук, чеснок. И как бы, значит, ну, значит, и в ней в семье очень любят, значит, эти вещи. И как бы, и когда узнал, что я тоже люблю, ну, не, фу, ну, слава Богу, как бы, не надо перестраиваться на эту тему. Вот, значит, я говорю, успокойся, я сам очень люблю. Но я, правда, не думал о том, что, как бы, как тебе это понравится. Просто я проще смотрел, как на все это. Люблю и люблю все. Значит, и, но есть вещи, которые мы, допустим, по-разному любим, да? Я, к примеру, моя жена, она по жизни кошатница. Вот там еще, вот с такого возраста, мимо кошки не пройдет ни одной, значит. Вот, значит, там погладят, значит, все, значит, приголубят ее, значит, там приласкают. Они все от нее балдели. Как она появляется, все коты там, кошки, все собираются там возле нее все время. Вот, значит, а я как-то никогда в жизни не ощущал ничего такого к этим созданиям. Ну, красивый, хороший, мурлычет, ну и нормально, как бы, ну, все нормально, как бы, да? Хвост, лапы, значит, все при нем. Но, знаете ли, потом мы пожили вместе, какие-то годы, значит, и так вижу, что и у меня какие-то симпатии возникают к этим созданиям. Потому что, ну, с кем поведешься, да? От того доберешься. Когда мы приходим к Богу, некоторые вещи Ему и нам нравятся. Это очень хорошо. Это классно. Это прекрасно. Но не значит, что во всем. Такого не бывает вообще. Даже тот юноша, который я уже упоминал сегодня, да? Который пришел к Иисусу и сказал, что он от юности все соблю. Иисус полюбил его. У них было такое совпадение. Они так совпадали вообще, да? Но Иисус просто сказал, у тебя есть что-то, что мне не нравится. Исправь это, пожалуйста, друг. Сделай что-то для меня. Любишь? Докажи это. Вот. А слабо тебе вот это сделать? И это было слабо. Это была его хереса пыта. Вот это малое, казалось бы, да? Но он испугался, что грань шероховатости эту снимать. Он отошел с огорчением. Иисус даже прокомментировав вслед ему такие слова, сказал, что там ученики были в ужасе вообще. Я скажу, что порой блудницам, да? Каким-то этим пьяницам, значит, сборщикам налогов, там, налоговая полиция, там, воры одни сидят, значит. И, значит, им было проще прийти, значит, и покаяться. Знаете ли, удивительно. Да и сейчас, в принципе, как ни странно это звучит, но, допустим, ДВРовцу обычному, да? Сложнее прийти к Богу, осознать свою греховность и святость Бога, чем, допустим, подзаборного пьяница. Не потому, что подзаборного пьяница лучше, чем ДВРовец. Но потому, что у ДВРовца, у него есть другой образ, его сердце. У него атрофировано, как правило, осознание греховности своей. Атрофировано понимание святости Бога, как правило. Значит, как бы, все знают, да, умом, как бы привиты, прививка. Знаете, вот есть прививка понятия, да, прививка. Вот прививка у него существует определенная. Поэтому задача верующих родителей, на мой взгляд, как верующий родитель, отец шестерых детей, скажу, хотя это очень сложно, я это понимаю, даю себя отчет, что это очень сложно, не давить на детей. Не давить. Баланс, соблюдать баланс. Говорить, но не давить. Понимать, что они дети, они твои дети, но они должны стать детьми Божьими. И это целое искусство, этому учатся всю свою жизнь люди, вообще. Мы проходим это опытным путем, каждый из нас, родители, проходит это опытным путем. И мы же хотим ведь, чтобы в наших детей была вера, а не просто подражание определенное нам. Да, а это не бывает безболезненно, это не бывает без осознания греховности. Вот, но мы молимся, и мы знаем, что благословение на тысячу родов распространяется, друзья. И мы знаем, что спасешься, ты сам и спасешься весь дом твой. Мы знаем, верим в это. И на Пасху очень красиво, мне так каждый раз это нравится, как написано, Бог сказал сам, сам Бог сказал, отца, евреям всем, сказал, что когда сын спросит тебя, скажи ему. Это так красиво, слушайте. Ну, это вылилось в обряд, просто формализм такой, знаете ли, выучили вопросы, за столом их задаем, это все, ну, такое очковтирательство. По-настоящему-то нужно каждый год импровизировать. Где твои мозги? Включай их. Где твоя находка? Включай их. Надо так организовать все, стараться каждый раз. Хотя это сложно, я понимаю, у самого много прокола в этом отношении бывает. Вот, но надо так организовать, чтобы детей заинтересовать, каждый год заинтересовывать их, вновь и вновь. Папа, а почему? Скажи, зачем? И вот, но когда сын тебя это спросит, он уже наполовину готов принять то, что ты ему расскажешь. Когда он, не просто, дети, сядьте и говорю вам следующее. Они мало будут воспринимать это все. Но когда он сам, ты что-то вызовешь интерес. Папа, почему ты, допустим, вот, там, дядя тебе сказал такие слова, почему ты не сказал, что ты о нем думаешь? Поделись секретами, как бы. Почему так сделал? И ты скажешь, знаешь, это не просто, вот, посадил его и урок очередной, и вот даешь теории. Он увидит отца делающего. Это самое лучшее, друзья. Это, честно говоря, это как на духу, говорю. Так вот, ну, думаю, многие это понимают прекрасно. Просто это, как бы, кому-то нужно 100% услышать. Так вот, да, друзья, давайте сделаем сейчас перерыв. Попрошу музыкантов выйти сейчас и сыграть. Попрошу музыкантов.